Дамы и господа! Ага, это интересно! Да? Вам письмо! Эй, я получил Нобелевскую премию! Вау, распишитесь! Это же уважение всех коллег в мире! Я восхищена, распишитесь! Не понимаете! Вот и все! Еще и миллион долларов получу! О, господи, вы что-то забыли? Да, тебя! Что скажешь? Михаил, судьба наших героев в ваших руках! Если вы поднимете табличку с цифрой 1, наш герой скажет, да, конечно, проходите! Табличку с цифрой 2, нет, нет, сейчас придет моя девушка! Табличка с цифрой 3, а вам зачем? Да, да, конечно, проходите! Да, да, конечно, проходите! Спасибо! А где я могу вымыть руки? Вот там! Ой, вы так долго мыли руки, что-то случилось? Да! Я не смогла остановиться и искупалась! Ой, а что это за грязная штука? Не трогайте руками, это мой вечный двигатель! И что он может? Вечный двигатель может вечно вырабатывать субсидии на разработку вечного двигателя! Вы такой умный! Да! И такой красивый! Это я еще брейки-то снял! Дорогой, только не пугайся, только не кричи! Я поцарапала твой новенький проездной метро! А еще к библиотеке! А это кто? Дорогая, ты все не так поняла? Это... Один! Это моя дочь! Два! Это моя мать! Три! Это моя бабушка! Это моя дочь! Это моя дочь! Дочь? Да! От кого? Ну как от кого? Это давняя история! Однажды в темную грозовую ночь на пороге своей квартиры я нашел маленькую люльку, а в ней, сморщившаяся от холода, закутанная в пуховое одеяльце, лежала она! Когда это было? Да минут тридцать назад буквально! Что? Выбирай! Либо я, либо она! Ну, дорогая, милая, любимая, конечно же, она! Хорошо, я уйду, но помни, я к тебе еще приболзу! Какая-то такая неловкая пауза! Да! Хотите, я вам анекдот расскажу? Давайте, а про кого? Табличка 1 про Гусмана. Табличка 2 про Галустяна. Табличка 3 про Пельша. Про Гусмана. Сидит как-то в яме Гусман, Пельша-Галустян. А напротив них американец, француз и русский. И русский говорит, надо же, народу в анекдоте раза в два больше, чем обычно, а русский все равно один я! Это да! Вы посмейтесь пока, я пойду открою. Кто бы это мог быть? Вариант 1. Хромой сосед. Вариант 2. Милиционер. Вариант 3. Балерина. Балерина! Послушайте меня, щелкунчики, вы меня заливаете. Немедленно предъявите документы. Иначе тебе, длинный, я фуэте в голову пропишу. Оп! Опа! Опа! Ха-ха! Оп! Оп! Ну что, открывайте шампанское, будем отмечать. Спасибо тебе, мой верный лаборант. Ты записывал за мной мои гениальные идеи, а я получил Нобелевскую премию. Почему ты мне ничего не сказал? Потому что я всего лишь бедный лаборант. И теперь ты наверняка бросишь меня. Михаил, концовку нашего стема определяете вы. Что скажет наша героиня? Вариант 1. Я люблю тебя. Вариант 2. Давай сходим в магазин за кинчупом и майонезом. Вариант 3. Я хочу танцевать сальсу с полуголыми. Да какие могут быть варианты? Я люблю тебя. Запоминай день, запоминай ощущение, меняется все, и ты не успеешь. Дорогие друзья, в течение всего стема мы просили наше уважаемое жюри в лице Михаила Ефремова поднимать нам таблички с цифрами 1, 2 и 3. И очень надеемся на то, что в конце этого конкурса вы поднимете какую-нибудь другую табличку.